У нас с Русланкой завершающий день путешествия, и мы отправляемся в экспедицию вокруг озера Иссык-Кюль. Это мы подъедем в Пишкек. Короткой дорогой, вместо 300 километров 600 или 700, или 700. Утро, 7 утра, машинок нету, и выдвигаемся. Сейчас я еду в сторону города Каракол, где-то километров 100 до города. По дороге, по которой я уже еду четвертый раз, наверное, пятый, я ехал сюда, в сторону перевала, и потом в сторону места, где Русланка не захотела оставаться. Не попралась здесь сразу, или подгарилась. Когда ты не захотел меня оставаться? Захотел, но еще. Друзья, такой вид встретить на северном берегу Иссык-Кюля будет очень сложно, там все застроено. А южный берег очень красивый, такой душевный. Мы когда ехали к отелю, мы проехали где-то 130 километров. Ну, часть дороги была по берегу, озеро, часть немного уходила в горы. И сейчас нам нужно тоже проехать 130 до края, восточного края, озера Иссык-Кюля. И она почти вся уже будет идти, в принципе, по береговой линии. Красиво. Посмотрите, какая красивая бухта, впадает небольшая река как раз. Ага. Красиво. Дальше. Красиво. Красиво. И все, что очень хорошо. Так часто были очень интересные. Проехали мы с утра где-то 80 километров. Какое оно все однообразное. Однообразная местность, которая осталась в 90-х годах. Это где подряд заправки? Зачем в этом селе? Не, осталось в 90-х, но добавилась реклама разнообразная. Арбузия. Арбузия. Какая-то администрация поселка, наверное. Все вместе, красиво. С другой стороны улицы мечеть. О, тут все так зелено, что-то выращивают. Там же раньше не выращивали. Ну да. Цветочек. У нас новый поселок, который ничем не отличается от предыдущего по дороге вокруг озера. Памятник был интересный выкрашен. Памятник был интересный выкрашен. Город на Иссекуле. Правда, находится на восточной части озера. Мы сейчас объезжаем озеро с восточной стороны, выезжаем на северную сторону. Будем смотреть, сравнивать, насколько отличается Советский Союз Южный от Советского Союза Северного. Купили мы с Русланкой покушать чипсы. Национальная еда. Здоровую еду, только мы питаемся, как это, кушаем только здоровую пищу. Как там это слово? БЖД или ЖБК, как это? БЖД, БЖД. Вот. И погнали. Ехать нам, наверное, еще километров 250 до 300 по озеру сегодня. Пока первые километры с северной дороги вокруг Иссыкуля, машин намного больше, обогнать сложнее. Природа похожая. Да. Повсюду разные арочки, статуи, фигуры животных. Красота. Мы въехали в населенный пункт Дуб. Тут стоит такой красивенный трактор. Москвич. Цвета бирюза. Интересно, родной цвет, наверное, нет. Мы с Русланкой выехали уже почти к берегу, северному берегу Иссыкуля, Русланка за рулем. Ес. Мчимся нам. 157 километров до выезда. На западной части Иссыкуля. Пока, наверное, ничего не поменялось. Температура тоже. Говорили, что здесь теплее. Пока ощутимо не теплее. Мы въехали в какой-то очередной населенный пункт. И мы обратили внимание, что нет знаков конца населенного пункта. То есть, начало есть, конца нет. Местами мы как бы всматриваемся на, как это, с обратной стороны на начало. С противоположной стороны, когда знак стоит, мы его не видим, но он как бы прямоугольный. И понятно, что это, наверное, начало для кого-то, а для нас конец населенного пункта. И полиция везде. И камеры местами. В общем, весело. Зато можно все рассмотреть. Да, но при этом люди, которые едут по встречке, всегда, если есть полиция, обязательно моргнет как минимум одна машина, а то и много. Но ему уже тоже моргало. Ой, это можно говорить? Да. Ну что, прошло где-то километров 80 после поворота. Мы подъехали на берег из Икуля. И с этой стороны, конечно, вода намного более красивая, бирюзовая. Камера, наверное, не передает. Может, где-то на мысике встанем. Или, может, кафе будет вкусное, посмотрим. Ну, очень необычно. Реально, какая-то Греция. Да. И деревья такие похожие, как бы камушки повсюду. Красота. Солнышко сзади как раз сейчас. Приятные цвета, классные. У нас дорожка идет фактически параллельно озеру. Песчаный пляж, красота. Но бирюзовая вода пропала. Цвет воды как-то сейчас стал похожий, как на том берегу. И каменный, видишь, под камнем тоже. Да. А у нас, как ни крути, было много песчаного. Не, ну вот дальше тоже песчаный. Это вот, видишь, может быть, из-за того, что карьер какой-то или не карьер. Ну, тут мы гору разбили когда-то. Сделали дорогу. А, дорогу, наверное, расширяют. Да, дорогу делали такую широченную. И без ям. Ага. На том берегу, как бы, дорога такая узенькая и с ямками, и дикая. Ну, на этом уже тоже такая закончилась. Здесь сдаются повсюду квартиры, пансионатики повсюду. То есть, эта часть, конечно, намного цивилизованнее. И кто хочет более, наверное, какой-то дикий такой отдых размеренный, наверное, там. Хотя, я думаю, цены, может, даже здесь дешевле, чем на Южном. Конкуренция больше, наверное. Там ж мало кафе совсем было. Въехали в какой-то очередной курортный поселок. Светофором. Много машин над дорогой. О, тут кафе на рынке могут быть разные. Унгурско-Дуанская. Город-курорт Чо-По. Чо? Чо-По-Натав. Чо-По-Натав ехали. Вот так-то. Тот берег нам, Южный берег нам с Русланкой понравился больше. Там какой-то такой релаксик. А здесь много машин, много всего, много людей. И как-то не так душевненько, как было у нас. В нашем идеальном отельчике. С елками. У нас же елок нет. Вообще нет. А белки. Ну и белок, значит нет. У нас в этом мега курортном городе сложным названием какое-то сооружение непонятное. Большое, современное. Мы растерялись. С символом этого Кыргызстана по центру. Вот стадион какой-то. Горал Коке. Там есть. Непонятно. Я думаю, это или торговый центр, или отель. Так там не видно даже номеров, ничего. Просто какие-то как сидушки. Не видно, может быть на первой линии. Может быть аквапарк, может быть какая-то... Ну нет, не отель 100%. Вот Газпрома какое-то здание. Курортный отель. Ну, в заправке такие настрои. Вокруг у нас каких-то куча бутиков, магазинов. Кафешечек. Барашек-террас. Да, с этой стороны, конечно, уже мажорненько. Музей какой-то. Причем городок смотрится как-то совсем не по-киргызски. То, что мы видели там эти все юрты. Кони, барашки, какашки. Какашками палить. Достаточно современные. Ага. Тоже красивые ресторанчики, которые... Нет, это не тактично. Они меня вызывают. Нездоровый? А как отличить? Машинки пропускают на пешеходных переходах. Не сигналят. Вообще красота. Бесконечные поселки. Этот уже не такой туристический. Но все равно. Сдаются комнаты, вай-фай. Чтобы бороться на каждом дворе. Ага, вот черешенька с мягкой деревом. А с той стороны не было череши. Давай черешни попробуем пол ведра. А сколько она говорила стоит? Мы стали купить сувениров. Сызыкуля. На холодильник. Ну, вот большая, можешь на сравнение спросить. Ну, большая вот эта. А сколько вот эта стоит? Это форель. Большая. Как это? Копченая? Копченая. А вот эта маленькая, наверное, да? Маленькая. А вот эта сколько стоит? Это 1800. А в магазине 1000. Поехали. Ну что, у нас идеальная двухполосная дорога. Небольшие поселения идут. Такие малотуристические. Но туристов все равно много. Аэропорт указатель. Бишкек-219. Аэропорт, наверное, какой-то Иссыкуль. Бишкек-219 километров нам еще. И 50 километров до выезда до границы озера Иссыкуль. 30 километров у нас осталось. Исчезли деревья. Такая уже пустыня идет. Дорожка параллельно Иссыкуль идет. Уже, как вы видите, его даже западный край. За пару километров до выезда, пару рыбных ларечков мы, наверное, уже на кругу станем. Посмотрим. Поезжаем с озера Иссыкуль. Последний населенный пункт. Ой, немаленький. Сейчас где-то круг через 5 километров. И все. Дорога в сторону Бишкека. В сторону Бишкека. Да. Как оказалось, все-таки с южной стороны намного... Намного... Ого, это полиция кого? А, за скорость. Полицейский только что за скорость взял Лексус. Как оказалось, южная сторона все-таки намного спокойнее. Какая-то такая душевная, чем туристическая северная сторона. Мы с Русланкой остановились позавтракать в час дня. В данном случае уже обед. Отказали шаурму. Какой-то ассорти. Шаурма выглядит вот так. Огроменная. 120 сон. Ну, просто можно даже и не продолжать. Можно уже и больше ничего не заказывать. Но Русланка не может без шаурмы. Ну, а что делать? Я же девочка... Мне же нужно питаться правильно. Ты же девочка? Ну. Мы же за здоровое питание. Ес. Ес. Еще у нас блюдо называется ассорти. Куриная ножка. Гречка. Рис. Котлета какая-то с яйцом. Монты обычные. Монты жареные. Сколько? 200 сон. Самое вкусное здесь это гречка. Как я хочу нашей еды. Ну, и третье блюдо у нас. Это национальный суп. Местный, локальный. Ашлянфу. Который кушают холодным. Мы уже его кушаем где-то третий раз. Наверное. Макарошки, крахмал. Наверное, перчик. Еще какие-то сырочки. Заплатили мы 400 сон за суп. Ассорти. Разные манты, мясо и шаурма. И чай. Ну, как бы, очень терпимая цена. Относительно сносно. 4 евро. Ну, да. Иногда можно. Не часто, но иногда можно. Себе позволить. Перед сдачей машинку нам нужно немножко помыть. Это очень грязная. Ну, что, суммарно дорога вокруг озера Иссык-Куль занимает где-то 440 километров. Не скажу, что мега интересно, красиво. Южная часть такая душевная. Северная очень какая-то туристическая. Очень много людей. Ну, у кого будет время и желание проехаться. В принципе, рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин